Добрый вечер! С вами канал LoveGamesTV, меня зовут Дэн Русс, и приветствую вас на вечере... Давайте назовём это вечер воспоминаний. Сегодня с нами игра под названием Горький 17. Субтитры делал DimaTorzok Горький 17. В другом издании игра известна, точнее на западе, игра известна под названием Odium. В переводе с латинского отвращение, ненависть. Ролевая компьютерная игра, разработанная поиской компанией Metropolis Software и выпущенная Monolith Productions для системы Microsoft Windows в 99 году. Позже также игра была портирована на Linux, но уже гораздо позже, в 2006 году. В России игра также была выпущена компанией 1С. В двух вариантах. Первый с официальным переводом от 1С, а вторая игра называлась уже Горький 18 и была с переводом от небезызвестного вам Гоблина. Поставьте 17, кто играл версию официальную, поставьте 18, не путайте с теми, кому исполнилось уже 18, те, кто играл в перевод от Гоблина. Ненависть, ненависть, все правильно. Грамарнацы с нами, можем начинать стрим. Так. 17, 18. Так, СК, СК. Пошел столбик вверх. Твич присоединяется. Гудгейм очень так слабо, видимо. Мало у нас сегодня олдфагов на Гудгейме, не так ли? Ну что же, я вам объяснил различия между двумя версиями. Давайте немного об игре поговорим. Сюжет действия игры разворачивается на военном объекте. Некий город 17. Который терроризирует... Ну, не знамо кто. Непонятно вообще, что там происходит. И вот в официальной версии Одиум, это еще не перевод, не локализация, группа НАТО из четырех солдат отправляется в этот город узнать, что же там происходит. Но не тут-то было. Группа пропадает, и ей на помощь отправляют уже группу из трех человек. И тоже из НАТО. Заметьте, это игра Одиум. В локализации от Snowballs, от Снежков, от 1С, другая ситуация. Если, так скажем, в Одиуме у нас солдат звали Коул Салливан, Ярик Ович, поляк, Тьери Тарантин, француз, ну и Коул Салливан, это, собственно, канадец, то в русской версии это Николай Селиванов, русский, Тарас Каврига, украинец и Экко Хахти, фейн. Понимаете всю подоплеку, да? То есть, все-таки сюжетная линия, она отчасти изменена в локализации, а в Горьком 18, так и вообще некоторые, так скажем, сюжетные моменты немного по-другому обыграны. Это для тех, кто не знает. Сегодня мы будем играть в Горького 17. И у меня есть весомый аргумент, я знаю, что многие хотели, чтобы мы поиграли в перевод от Гоблина. У меня есть весомый аргумент. Я вам раскрою карты почти что в самом начале игры. Ну что же, вы готовы? Меня хорошо слышно, хорошо видно. Единички в чат, если все хорошо. Добро пожаловать, ребята, на Твитч. Найско видеть вас сегодня. Мы играем Одиум-гейм. В России это было называемым Горький 17. Это герман-басный, акцион-стратегий-гейм. Очень хорошо сделано. Много ностальдии. Просто надеюсь, что вы понравились. Все, единички пошли? Тогда поехали. Начнем с доставки. Начнем с доставки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что же, вот разбомбили Горький 17. Мы прошли игру. Спасибо за просмотр. Да нет, конечно же, шучу. Это только начало. Что-то непонятное в городе произошло, и поэтому его решили сравнять с землей. Но что же там произошло? Давайте узнаем вместе. А теперь внимание, тот самый аргумент. Внимательно слушайте. А потом я задам вопрос. Если правильно ответите... Как мне кажется, правильно ответите... То я вам... Договоримся. Подарок... Игра на стиме. Заставка уже в игре. Ладно, мы только что ее посмотрели. Вот наши бравые хлопцы. Слушайте внимательно. Так, командир. Может, скажешь, наконец, зачем мы здесь? Знаешь, на что уж я хлопец правый, так и то не каждый день дают такое задание. Чтоб во мраке ночи, без инструктажу и на авиабазу. Кто из вас двоих уже слышал что-нибудь о Горьком 17? Тут самый захолустный городишко, который зачем-то распомбили пару лет назад. Ага, это самое распространенное мнение. Только городишко был не такой уж... Это не 18, это Горький 17. Несколько лет назад ребята из Минобороны разбомбили его, к чертовой мать... Ксенрир, давай. Кто? Чей это голос? В какой игре он звучал? Скажите мне. Мы в этой зоне и высадились. Догадлив, однако. Генерал Павлов, командующий нашей операцией, получил формат... Ксенрир был первым. Полгода назад здесь исчезли три группы поляков. Официально туристы. С винтовками такие, туристы. Фулл Троттл, верно, господа. Фулл Троттл. Этот мужчина, этот актер озвучивал Фулл Троттл. И на следующий день потеряли ее. Да, запавно. Молодцы. К бою готов. И еще один момент, ребята. Я очень хочу завершить это мероприятие без каких-либо потеней. Пусть НАТО теряет хоть 10 групп. Я не собираюсь набивать свои шишки. Не тому нас учили. Кстати, Павлов напоследок все-таки добавил, что мы не должны исключать из самого худшего. Да что значит самого худшего? В нас что? Даже стрелять будут? Юмор. А? Винокур. Нам уже смешно. Винокур. Почти. Я даже не знаю, что такое самое худшее в понимании Павлова. Но он генерал бывалый. И просто так пугать не станет. Так что смотри в оба. Ну что, нас проинструктировали. Надеюсь, что самое худшее с нами не случится. Надеюсь, здесь просто никого нет. Вот так вот начался горький 17. А, Ксенри, потом напиши мне, пожалуйста, в скайпе мы с тобой обговорим твой приз. Потому что ты первый сказал. Хм. Я уже понял. Кого ты намекал? На кого ты намекал? Так, у нас здесь есть помповое ружье. Но, видимо, до него никак не добраться. Внушительная пробивная сила, замечательное оружие ближнего боя. Интересно, кто его здесь оставил? Нет, не хочет брать. Ну ладно. Многие спрашивают, как ты запустил игру? Это... VirtualBox. Это эмулятор. Игра сейчас... Работает... Под системой Windows XP. Так. Первая битва! Пресвятая Богородица! Шо это, черт побери? Шо это? А ты как думаешь? Видимо, первый из тех сюрпризов, о которых нам забыли рассказать на базе. Пустой город, огороженная зона. Пока не выясним, на что они способны действовать, будем чрезвычайно осторожны. Почему я выбрал версию... Горький 17, а не 18? Я играл в обе, мне больше нравится 17. Мне кажется, персонажи более живые, и они своими голосами поддерживают атмосферу страха и ужаса. И Хохол тоже. Да, несомненно. А в Горький 18 это такая шутка... Ну, не знаю, по мне так это выглядело, как сталкеры с зоны приехали и таки... Как быдло начали всех убивать. Ну, разница примерно такая. Пошаговый бой. Соответственно, выбираем... Кто первый погибнет, у нас обычно все к этому. Стремится к нулю, к погибели. Николай Селиванов. Ну что же. Надо держаться на расстоянии. Николаю. Так, выбираем оружие. У нас есть спички, пистолет. Штурмовая винтовка. Уровень 1. Это еще и РПГ, да? Давай, Коля, мы в тебя верим. Сфинкс перед нами. Какое-то непонятное существо, видимо, из Египта. 40 жизней. Посмотрим, удастся ли нам убить с первого выстрела. Да как бы там. Нет. Всего лишь 9 жизней. И прилагает нам воспользоваться... Очками действия, чтобы убежать, видимо. Ну, так и сделаем. Развернемся спиной. Ни в коем случае не стоит стоять, потому что, насколько я помню, урон увеличивается, если вас... Если вашу попу прокусили. Отличный музыкальный трек играет. Так. Тарас. Он же Хо-Хоу. Удастся ли ему попасть по цели? Так, я полагаю, что комплекта амуниции нет. Смотрите, у нее есть тушенка еще. Отлично. От того, как далеко вы находитесь от цели, также зависит урон. Плюс 4 за спину, плюс 2 сбоку подсказывает мне на СК. Молодцы. Молодцы, что подсказываете. 25. Даже половину еще не смогли снять. Что же делать? Так. Юко Хахти. Давайте попробуем зайти сбоку. Отойдем подальше. Восемь. Шесть плюс два. Потому что, видимо, стреляем сбоку. Больше не называем Хохла-Хохлом, называем его... Беженцем с Украины. Я вас понял. Кто с Украины? Много? Много нас смотрят с Украины, ребят. Завершаем ход. Я очень надеюсь, что нас не сцапают. Так. Решила напасть то ли на украинца, то ли на нашего Николая. Обскура с Киевом. Гудгейм. Привет, чат на Гудгейме. Привет, чат на Твиче. Привет, чат на СК2ТВ. Уважаемые порталы, добро пожаловать на канал WeLoveGamesTV. Welcome, guys, on Twitch. We're playing Gorky17, or Orium it's called. In Europe it was called Orium, and in Russia it was called Gorky17 or 18. Depends on translation. Так, 17. Ну что, сможем ли мы его зарезать? Как вы думаете? У нас есть оружие ближнего боя, которое, кстати, нам очень пригодится и в середине, и в начале, и в конце игры. Боеприпасов здесь будет... Ой-ой-ой, как не хватать. Давайте зайдем сбоку и попробуем пырнуть. 7. Неплохо. Тоже заходим сбоку. Тоже 7. Так, и 3. Ой-ой-ой, вот это очень... Очень плохо. Не сможем подойти вплотную, зато сможем воспользоваться пистолетом. Я надеюсь, что... Товарищ попадет. Отлично! 10 хитпоинтов. Победа! Первая победа! Give me five! Отлично! Юка-Арти застрелил сфинкса. Как видите, нам даже дали опыт. Now we have some experience. Характеристика персонажа. Давайте посмотрим, что у нас есть. Опыт. Здоровье. Перемещение за один ход. Удача. Меткость. Контур. Атака. И выдержка. И отдельно уровень владения оружием. Соответственно, если мы пользуемся только винтовкой, у нас повышается умение владения винтовкой и так далее. Еще у нас есть инвентарь. Мы можем экипировать отдельно каждого бойца. Медикаменты отдельной закладки и уникальные предметы. На данный момент у нас есть операция. Похоже на мобильный, но здесь мобильные не работают. Служат для связи с базой. Вы слышите легкое потрескивание? Да, это в игре. Ничего с этим сделать не смогу. Видимо, горький 17 блокирует в том числе и мои наушники. Очень опасное место. Какие-то несчастные. Ребята, пойдите-ка сюда. Посмотрите на это. Похоже на группу НАТО. Бывшую. Ага, да это ж Лайф Соренсон. Мы с ним как-то вместе в Узбекистане работали. А это Джан Карло Тротти. Только ведь его теперь почти невозможно узнать. Лицо все перегасило. Голоса выпучены. Странно. В свое время он был знаменит своими крепкими нервами. В прошлом году на Кавказе у нас пули свистели над ухом, а он в шашки играл в акоте. Да уж, теперь ему только в шашки играть. Каврика, еще пара слов, и я тебе морда напью. Джан был моим другом. Спокойно, спокойно. Ты шо, шуток уже не понимаешь? А ну перестать. Ну, по-моему, здесь он типичный хо-хо. Посмотрите-ка лучше трупа. Ну, или эстонец, не знаю. Бог ты мой! Да ты погляди на кожу, она уся зеленая. Это те нетрудные пятна, это что-то другое. Интересно, что именно с ними случилось? Хороший вопрос. Если их так приложило, то нам точно надо смотреть в оба. У меня какое-то недоброе предчувствие. В группу НАТО входили четыре человека. Осталось теперь найти Джоан Макфаден и Джеймса Овальса. И неплохо бы найти их живыми. По-моему, живых тут не особо и любят. Ага. Смотри по сторонам, когда дальше пойдем. Возможно, и Джоан, и Джеймс прячутся где-то рядом. Да, они, несомненно, прячутся. Мы их будем искать. Это ясно, командир. Только вот кто найдет нас здесь самих. Ну что же. Идем искать выживших. Теперь мы должны освободить первого команда. Это два мертвых первого команда. Я думаю, что кто-то еще живет. Поэтому мы должны освободить их от этого города. И никто не знает, что здесь случилось. Доска. Окей. Опа. Ничего себе, даже доски здесь охраняют. По-моему, опять кто-то пришел по нашу душу. Надо бы сначала твы зачистить, а то точно удар в спину выручим. Да я просто потрясен. Блестящее стратегическое соображение. Господи, да я в какой-то детский сад попал. Пусть номер один в спину, если вы можете услышать все. Ну что, салом будем закидывать. Мне кажется, нам нужно загруппироваться. 40 и 40. Это будет mucho. Ты... Это будет важный. Это будет огромный. Надо выстрелить и уφить. да не уверен что получится удачное попадание 10 отлично крикал hit we've got critical hit that is nice отлично а почему ты не можешь ходить объясни мне а нет ты можешь ходить но недалеко так ну 5 это не совсем то что я хотел но окей я думаю что мы оставим мистер юко где мы здесь жаль здесь нету овервотча камеру нельзя удалять подальше камера сама за себя как видите только по прямой можно стрелять ну или или по диагонали что я упустил в принципе можно было бы встать сюда ну и ничего надеюсь нас не достанут так лично повышен навык владения винтовками но дэр смогу ли я попасть если перейду сюда на промах ну все мне мне сейчас достанется не знаю кому ваши ставки молодец поправка на ветер я даже знаю кого съедят первым николая ух ты нет еще не все потеряно как здорово все обернулась на тебя еще 12 черт ай два хп не хватило возможно николай сейчас откусит ногу так посмотрим на что способен враг минус 9 хп ладно это вот это мы тут сфинкса точно убьем спасай колю кричит не из к 2 тв давайте зайдем сзади зря это сделал надо было подвинуть юку и тоже зайти сзади 14 хп остается коля убегай я не знаю кого выберет сфинкс да я мог подвинуть после удара я этого не сделал нет смотрите коля оказался вкуснее всех еще и на 10 хп коля пока еще жив я предлагаю тебя отомстить вот так вот отлично вторая победа хоть и не без потерь ну ничего налепим коля пластырь на причинное место он двоих сразу что он может прошла информация а возможно кто-то кинул дизу не знаю говорят если двое в ряд стоят то возможно и двоих сцапает не знаю не уверен ну что ж вот мы подбираем доску доску какая-то записка у нас даже в этой игре есть записки первый уже здесь 5 6 2 13 и что это значит давайте ознакомимся поближе первая первая здесь BT7213 не знаю что это значит зачем нам нужна доска я кстати не помню как подобрать это помповое ружье возможно здесь можно использовать доску как раз нет второй вопрос как ее использовать ой 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 мы в роли иисуса ходим по воде я уже говорил я комментировал да по поводу звука это горький 17 передать предмет мы можем передать предмет ага ну пока наверно никто не нуждается надеюсь слева сверху крестик что где вы видите слева сверху крестик там нету крестика ага вот оно а а а а тогда поспешим на той стороне явно что то есть как скажешь мы пола но только после вас мадам каврига первым идешь ты а можем пустить сначала хахти он один больше нас вместе взятых а это было не просьба каврига это был приказ что вперед а немного тихо слышно ребят нужно погромче сделать диалоги ну что надеюсь на него никто не нападет там а а ну замечательно суп упер твой мать мужики вытаскивайте чёрт я совсем не хочу здесь подыхать каврига ну не унывать продержись три минуты и скоро три минуты меня за три минуты тут разорвут кто хочет быть первым а я вас спрашиваю обалдеть вот это было непредсказуемо это было очень непредсказуемо черту вери а 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 сохранить я ещё не могу не могу во время боя диди а с доской будем доской отбиваться я чувствую зато у нас есть помповое ружье 40 и кто это шкаф мистер шкаф сколы кабарь найс так но я полагаю ребята все таки придут если мне память не изменяет что будем бегать от них давайте будем бегать не так не ты не попадешь надо было выстрелить и потом передвигаться наверно да без вариантов они придут вообще за мной или нет так мистер шкаф ходит очень медленно это хорошо так работает очень быстро это хорошо по сфинксу не выстрелить а бочки бочки наверно взрываются мне такое ощущение наверное бочки бочки ну тогда нужно заманить этого парня что выстрелим или нет да что что нам делать два два тесного дроня за что господи за что господи а а что это что это было что это было я не помню такого в детстве возможно я не брал помпы в оружие просто о май гаар о май гаар с ракетой с ракетой зато хорошо попали по сфинксу это меня все равно не успокоило ну по крайней мере я буду знать что он так куда мне нужно переместиться чтобы заденет его или нет стрелять или нет стрелять в бочку я имею ввиду да бочки я вижу мы туда и идем Горза привет наушники Logitech 930 если зайдете на твич вы увидите всю конфигурацию компьютера мне кажется впритык только получится нет пусть он подойдет he's not close enough я надеюсь мои ребята подойдут yes молодец подошел к бочкам what the fuck это что за вообще-то я ребят своих ждал класс попадание ну fuck you вот так вот отлично вы посмотрите Тарас молодец умница но только вот там еще кто-то вышел алё меня слышно так здоровье перемещение удачи меткость контратака выдержка качайку я тебе здоровье друг потому что сдается мне что все остальное длин ай да тарас ай да каврига чёрт сиран ай забыл повернуться еще 14 и я вижу в пастью монстра кусочек моей задницы что мне с тобой делать что мне с тобой делать друг прелестный что мне с тобой делать помповое ружье мне поможет интересно если я тебя в задницу выстрелю ммм 18 но этого не хватит ума часовой ешь меня а вот сейчас б отлично guys your entire юку давай заходи сзади юка где А где нож? Где нож? Почему у тебя ножа нет? Они что, ломаются, что ли? Отлично. А теперь бы неплохо было бы бочку взорвать. Средняя броня. Угу, у тебя еще 10 осталось. Я понял. Роджер, дар. Давай. Николай, молодец. Молодец, Николай. Было неплохо. Ну, конечно, я мог в тот момент, когда я повернулся задницей, тогда было плохо. Но смотрите, всем досталось. Крюгер. Между прочим, был последний. Мистер Крюгер. Мистер Шкаф и Мистер Сфинкс. Да, ребят. Нехило. А авторегена нету здесь? Случайно. Сколько восстанавливает аптечка? Очень мне интересно. Повязка 35 хп. Ну вот мистеру Тарасу... Не мешало бы. Ну и на того спасибо. Сохраниться мне предлагают. Давайте. Save the game. Пусто. Этот раунд пусть будет для СК-2. Мы туда больше не пойдем, я думаю. Да. Два трупа. Смерть наступила в результате отравления ядовитым газом. Ядовитый газ. Здесь ящик у нас какой-то. Бейсбольная бита, топор, огнемет и пластырь. Нет, нет, стой. Ты у нас возьмешь топор. А, куда? Ребят, если хотим добраться до ворот, придется и этих уложить. А они еще крупнее. Эх, Микола, ну и в передрягу мы с тобой попали. Уж да, а не говори. И ж кто-то же бочки-то уже взорвал. И что с этими ребятами делать? Причем, заметьте, я... Не я ими управлял. Сдается мне огнемет, ты там не зря лежал, наверное. Надо было брать одним и передавать. Твою мать. Кто? Что это за монстр вообще? Как они ходят? Гарсия! Алонсо! Так. Да. Не сказать, что мне это все нравится. У них пулеметы или что у них? У них и ближний бой, и дальний. Так черт, пусть сами идут. На расстрел. Пока пронесло. А не стреляет. Но это я заметил по пушке в левой руке. Или там, я не знаю, не то что в левой, нам, наверное... Она... Да, там пушка-рука, одно единое целое. Так. Ребят, ну что, кто... Кто погибнет первым? Отлично вообще. Сейчас они этот меня будут справа обстреливать, тот слева. Может в атаку? Они не умеют стрелять по диагонали. У нас есть огнемет. Но огнемет... Так, где мертвы мы не дойдем. Давай посмотрим. Десять. Слабо, слабо. Бочки меня прикроют или нет? Четырнадцать. О, тоже четырнадцать. Ну что, я... Я молюсь Богу. Как он дошел? Почему же я не дошел? Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. И неужели... А, все. Так. Ладно. Зайдем сзади. Зайдем сзади с... Я не знаю, с огнеметом лучше или с дробовиком? Вот так было бы идеально, наверное, встать. А этим бы отойти. Да не получится. Удается у меня такое ощущение. Что у тебя есть, друг прекрасный? Ничего у тебя нет. Уровень персонажа повышен. Так. Выдержка, контратака, меткость. Да не все меткие такие. Тоже здоровье поднимем. Дается оно нам пригодится. Так. Ииии... Что мы сделаем? На три клетки выстрелим. Так вот. Заметьте, он сказал жри. И дэс на английском. Видимо, что-то... Так. И сейчас он будет, по идее... Терять... Каждый ход жизнь. Правильно? 18. Все равно очень... Очень мало. Посмотрим, что сейчас произойдет. Так. Отлично. Этот падает сам. Супер. Слушайте, огнемет. Классная штука. Вот только Никола сейчас... Николя сейчас опять достанется. Ой-ой-ой. Опять... Клоус комбат. Да вы что, издеваетесь, что ли? Ну, супер. А это, знаешь ли, хорошо. Знаешь ли, очень хорошо. Отлично. Давайте, ладно, подскажите мне, что стоит качать. Вот и Адольф дошел. Почему? Всем привет, уважаемые зрители, уважаемые чаты на порталах СК. Goodgame, Twitch. Харадрик, Гоха, Эмпайр и Торт. Меткость и удача советуют мне качать. Давайте удачу. Пусть у нас будет хлопец с Украины очень удачливым парнем. Глядишь, и криты будут сыпаться. Так. Ну что, будем обстреливать с... Как мы его будем обстреливать? Не знаю, как мы его будем обстреливать. На самом деле, одна из моих самых любимых игр. Приехали, твою мать, да что ж такое-то, ну? Откуда они попали? Я, ну, последний остался монстр. Уже, понимаешь ли, задумал тактику определенного нападения. И вот, вылезает. С краевого крана. Не пойми что. Что мне с этим говном делать теперь? Мне бы в тебя. Из огнемета? Наверное. Шесть. Шесть мало. Ну, а с тобой что делать, Юко-хах-ты? Юко-хах-ты! Тебе есть топор, Юко? У тебя ни черта нет вообще. Ух ты, неплохо пробил. Неплохо, восемнадцать. Но дэээ. А огнемет еще перезаряжается, да, насколько я помню? Спичками? Спичками закидывать. Так. Удача двадцать, меткость. Пусть он будет. Пусть он будет очень меткий. Мне кажется, Гарсия нас не достанет из заботчек. Поэтому мы займем позицию таким образом. И будем опять молиться. Нет. Какую выдержку? Выдержка? За что отвечает выдержка? Спички, насколько я помню, тоже будут работать, только если вы облили кого-то бензином. Двадцать два, тридцать девять. Ух, я бы с удовольствием реализовал огнемет. Но вы же знаете, как сейчас это будет. Давайте, жопу отстрелю. Отлично, двадцать. А этого можно пронуть ножом. Я надеюсь, у тебя есть нож? У тебя нету ножа! Да как ты смеешь? Простите меня на чрезмерную эмоциональность. Так. По-моему, все хорошо. Пока что. А вот его надо огнеметом. Как-то его надо огнеметом. Черт, пара-бас. Финнам не нужен нож. Вообще, надо было в рукопашную. Там же есть рукопашная. Руками тут два хп... Упс. Я думал, будет стрелять, честно. А не стреляет вообще или нет? Чего, будем поджигать? Детка, я хочу тебя поджечь. Берн, бич. А теперь нужно убегать. Он все равно сейчас дойдет и... Пнет меня. В общем-то, я в этом не сомневаюсь. Пятнадцать. Ну все, мне кажется, он должен догореть. Давайте... Проверим мою догадку. Ну или в противном случае... Кого-то придется перебинтовывать. Давай, гори же. Ну, пятнадцать. Ага-га-га. You burn. Give me five. Какая по счету? Третья победа? Да раз! Парень с Украины. Трех Гарси убил. Ну вообще, терминатор. Так вот, а теперь... Теперь я... Наконец-то открою этот ящик. Не понял. Не понял. Вы что-то ходите? И что? А, повторно нельзя... Повторно нельзя открывать ящик. Все предметы пропадают. В том числе и топор. Может мне надо заново игру... Начинать? Я уже все взял? И топор? А-а-а. Ага. Да, да, да. Взял. Взял. Ладно. А если я хочу передать топор, например, этому парню... О, отлично. Очень удобно, кстати. А биту, 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 биту отдай командиру. Так, кого лечить? Командира точно надо лечить. Сканер отпечатков. Сейчас сохранюсь. Твич. Не давай финну топор ни в коем случае, а то и его не будет. Он уже куда-то нож продал. Так, что у нас здесь? Дверь. Изуродованная алюминиевая дверь. Опа. Перчатки. Интересно. Ух ты, девчонки! Hello, ladies. Прорезиненные перчатки. Возможно, они нам помогут. В случае, если мы захотим открыть дверь. Со сканером. Там, наверное, отпечатки. Рудимба жалуется на лаги. Ну, не знаю. У кого все нормально, давайте по традиции. У кого все хорошо и не лагает. Поставьте денежку. Пойдемте вниз. О, я так и знал что-нибудь. Это что такое? Парни из Mass Effect. Воу, 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 воу. Да, здесь ловушка. И как? Так, так точно, майор. Нет, ничего проще. Мы остаемся здесь и замуровываем все к черту. До сих пор это хорошо помогало. Тарас, эти твои идеи нас всех законят в макину. Вот это, видимо, твич нас подводит. Я думаю, пройдет несколько минут и все наладится. Так, ну что? Как будем воевать? Вот эти двое горилла. Помните из Mass Effect? Ребят. С планеты не помню какой. Но они все говорили. Гравитация такая, что ой-ой-ой. И стояли на таких массивных лапах. Переходи на Good Game Player. Я быстрее на YouTube перейду. Хочется мне очень... Гарсию к бочке заманить. Да не знаю, получится или нет. Мне кажется, все равно нужно сфинкса будет. Как-то разрулить. Разрулить нужно будет сфинкса. Несомненно. Сделаем такой вот необдуманный поступок. Слушай, может я его с топором... Ладно. Пока еще остались патроны. 14. Неплохо, наверное. Огнемет нет. Вот дробовик. Хорошая тема. 19. Отлично. Ииии... Давайте угадаю. Последний выстрел... А давай его бейсбольной битой прям по башке. Давай опробуем. Проверим, любит ли он бейсбол. Ну, давай. Есть. Как раз. Я, знаете, что думаю? Отправить Тараса сюда. Надеюсь, его монстр не сцапает, а потом за бочку, чтобы он за нами последовал. Как вы думаете, получится или нет? Давайте сюда его поставим. Ааааааа. Вот прям не знаю. Стоило оно того или нет? Так, он так вот идет, 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 идет. А он даже сюда, по-моему, не сможет. Давайте сюда даже поставим. Надеюсь, я сделал правильное решение. Игру можно пройти без единого повреждения Ну и что он? Я верю, охотно Я же вам не Торнис? Вот, ай, теперь он сюда пошел Посмотрите, они идут в обход И что мне делать? Фак Да ну супер, че Так, бочка, бочка, нет Нет, нет, нет А что у нас будет делать бейсболист? Ладно, я думаю, что его стоит отправить на подмогу сюда Так, подойди к бочке, пожалуйста, к бочке! Простите Переживаю я Ой-ой-ой Как так? Это два раза по 15 было? Ну, по крайней мере, теперь у меня есть тут попка Чья-то попка на горизонте здесь есть Так, черт с тобой Ди, видно Не, не хватит Я стою перед Перед выбором Либо мне сейчас помочь Моим другом Зовут его Юкко-Хати И прострелить Ногу Гарсии А потом он уже сгорит на следующий ход Либо Либо-либо-либо-либо-либо Либо выстрелить по бочке Убить гориллу Я не знаю, насколько опасна горилла Мне кажется, она опасна Мне кажется, она весьма опасна А-а-а Сможет ли... По-моему, потеряет сейчас 14 жизней Допустим И он в любом случае Мне еще Влепит Влепит По-самой не балую Мне влепит Ладно, я думаю, что придется спасать Ммм, отлично Один ХП Ну Камон А-а-а Может быть даже... Ладно Была-не была, давай Надеюсь, ты сгоришь Так, отлично 15 Все равно бы не хватило Поэтому, наверное, мы сделали правильный выбор Вот эту гориллу мы можем поджечь Зарвем бочки Черт 40... 42, отлично Вполне неплохой дэмэдж, мне кажется Это мне только кажется Топором будем рубить? Рубить Мне кажется, горилла до нас не дойдет 8 Трак А что другую бочку? Мне же сказали Бочка дамажит только на одну клетку Сами мне об этом сказали Поэтому смысла взрывать бочку Нету Только если обходить сзади Что уже не получится Заманивать обратно Хьюстон, у нас есть проблемы Я надеюсь, что это правильное решение было Ага Отлично Так Дача, меткость Давай ты у нас будешь просто везунчик Везунчик с Украины А вот здесь вот все плохо, мне кажется Топором явно рано рубить Субтитры сделал DimaTorzok По диагонали Не знаю Взрыв бочки по диагонали работают, ребят Или нет Кто помнит Кстати, есть новость для тех, кто прошел эту игру Испытывает легкое покалывание при виде прохождения Днисом Этой игры Климко, ты что имеешь? Что ты имеешь в виду? Покалывание в сердце Когда видит, как я хреново играю, или что? Или все-таки ты про ностальгию? 41 20 20 Ооо, какое прекрасное место Как прекрасна ваша попа, кто же вы по гороскопу? Ооо Ну, я надеюсь Николай завершит дело до конца У тебя есть бита И 7 хп Только попробуй Только попробуй, Николай Лично убью Есть 9 Ммм, супер И победа Give me 5 Супер Фух Я взмок You go hard, team Ничего не досталось за этот раунд, но ничего По крайней мере Все живы Пошли пятерки Ха-ха-ха, молодцы Поняли, что к чему А ну что, сохранимся? Фух Теперь очередь за гудгеймом Гудгейм Так Ну давайте Смотреть, что у нас к чему Кохлу опять досталось Ой, простите Парни с Украины Опять там поезд Опять там поезд будет Ящик Здесь, наверное, что-то вкусное Лом Патроны к пистолету И продукты Это я возьму Баллонсо 2 Интересно Хорошо Подберем Оттуда мы не пройдем, кстати Не пускает нас игра Мне всегда казалось, что Горький 17 Очень атмосферная и страшная игра И даже спустя многие годы Я продолжаю так считать И, наверное, отчасти Поэтому я выбрал еще сегодня Озвучку именно Горько 18 А не Горько 18 Горький 18 Там такие бравые вояги Вояки То ли сталкеры зоны Которые пришли такие Ну шо? У кого здесь мобилку отжать? То есть за них даже не чувствуешь Какого-то беспокойства Ты смотришь на этих парней Слышишь их в переводе гоблины И думаешь У меня у этих ребят будет все в порядке Ну или На крайний случай Они засунут врагу Перед смертью баллон в жопу И на этом Останутся Так, а что у нас? Что за адская машина? Можно ли баллон 102 ставить и взрывать? Не знаю Ух ты Шаляпин Шаляпин? Посмотрите Какой-то мутировавший парень Давайте навестим Шаляпина Как нам это сделать? Так Я сохранюсь Позвольте СК-2 я нажму на вас Сейчас какая-нибудь опять бойня будет Вот здесь вот Жопой чу... Ой-ой-ой Не стреляйте! Я с тобой! Василий Спокойно! Стой на месте! Кто такой и что здесь делаешь? Я Грачев Ветеран армии Остался в городе После того, как всех эвакуировали А вы американцы? Все прямо так и похоже? Особенно ты! МЧС России Слышай в актеров МЧС России Вы представьте МЧС России Хорошо выражены, ребята! Я и сам не могу это объяснить Все произошло так быстро Мои друзья буквально на глазах Превратились в монстров Кстати, руки ты можешь опустить Давай дальше Эти твари Эти монстры Некоторых из них я знаю уже много лет Но это больше уже и не люди Меня они не узнавали Я спрятался в квартире Но они и там меня нашли Я увидел в окно Как они пришли за мной Но почти сразу же я услышал Чьи-то крики И эти твари исчезли Я еще раз посмотрел в окно И там было двое солдат Которые сражались Сражались С кем? Трудно сказать То ли они оба Просто сошли с ума То ли они дрались С каким-то невидимкой Детали я уже и не вспомню Но они как будто Невидимок нам не нужно А затем вдруг побледнели Схватились за горло И стали жадно глотать воздух Потом вдруг упали И больше уже не двигались А какая на них была форма? И сколько людей ты вообще видел? Они были в косухах И называли себя Бандой Харьков Было только двое По-моему Они появились Из канализации Я могу вас туда отвезти Я очень хорошо знаю Этот город Ладно Только под ногами Чур не мешаться Но ты точно уверен Что их было только двое Не было третьего мужчины Не было женщины Для нас это... Женщина Нам нужна женщина Срочно Срочно Нет Конечно нет За несколько дней Эти двое солдат Были первыми людьми Которых я встретил в городе Ну хорошо Пойдем тогда отсюда Подождите У меня есть для вас Еще кое-что Что именно? Записка Записка Которую я нашел Среди трупов Я думал Может пригодиться Ох уж эти записки Господи Трупы обыски Преследуют меня Спрэм таймом Нет Только ведь без еды Мне долго не протянуть Так что я подумал Что может найду у них Что-нибудь ясное Или какой-нибудь Что Василия будем снабжать Обмундированием Возьмите эту записку В Горьком 18 Его звали как? Сусанин? Да Ничего не понимаю Тупой командир Коврига Попробуешь прочитать? Давай Полегло что ли? Ну Косов все знает На этих людей Ему наплевать Но мне Нет Если б я мог Передать эти диски Наружу То наверняка Прекратил бы Весь этот кошмар Но Косов Уничтожит их Если найдет Раньше меня Он пойдет На все Лишь бы Сохранить свою тайну Но я успел Я спрятал Диски Один лежит Порту Другой Рядом с памятником И еще два Прямо в центре города Сегодня ночью Я попробую Снова забрать их И пронести В лабораторию Но Косов Что-то подозревает У нас с ним Сегодня встреча После обеда Боюсь Она может Срать для меня Последний Как мне нравится Этот акцент Господи Никакой подписи И не люблю я Анонимки Значит Собираем Четыре диска И дуем В лабораторию А там Нас так и ждут С оркестром Нет клевка Нельзя спойлерить Коврига Тебя просили прочитать А не умничать На пустом месте И в любом случае Мы должны найти Эти диски Прежде чем Попадем В лаборатории Спасибо Грачев Записка Оказалась Весьма Кстати Кто из них Просто читать Не умеет Какого Единственного Образованный Телегентный Парень О черт О черт О да ладно Стоит там С топором Что-то мне Это напоминает Однако Микола Помнишь Ту засаду В Кашмыре Два года назад Ага Только индусы Выглядели Посимпатичнее И пахли Они тоже Приятнее Кстати Держись подальше От этих бочек Похоже там бензин То есть Мы сначала По игре Должны Были Идти На лево Видите Он Только сейчас Подсказку Нам дает Держись Подальше Этих Бочек Похоже Там Бензин то есть я бы в принципе и ой 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 вы чего какая гарсия да я был я лучше не буду отматывать вообще пролистывать экран там очень много неприятностей обычно я уже понял да а годы сужу издеваетесь надо мной стали you can't eat и зарубить всех товаром а что ты смотри блин полная беда беда от беды до победы один шаг и наоборот в бейсболом играть я не знаю ладно кто у нас угроза номер один и как мне использовать эту бочку это забавно наверное конечно ничего сетя кулаки молодец надеюсь за тобой не пойдут мистер сусанин герой это наш а я вот не знаю мне кажется что бежать вообще смысла нет жечь будем а придется жить что 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 нам еще делать защита от огня я пойду поплачет подождите дариды брэйк а а а а а а